Трехкратный чемпион мира по смешанным единоборствам Евгений Гончаров встретился с юными спортсменами Новошахтинска и их тренерами. На плече у чемпиона престижная награда – пояс победителя. Его Евгений завоевал в марте этого года, проведя бой с чемпионом ACA в тяжелом весе Алиханом Вахаевым. Евгений Гончаров стал новым чемпионом ACA и это его третий чемпионский пояс. И это программа для полученного гран-пи. Друзья, господи, если вы были в твоей туманной позиции, и новый ACA-хэйвэй-чэнер в мире и идет в семифиналу Евгений Гончаров. Ну что ж, Евгений Гончаров выиграл в этом поединке с стал новым чемпионом. Давайте послушаем. Жен, поздравляю тебя, шуберная красота, дайте Шума! В Москве 2018 год, в августе месяце, был юбилейный турнир Лиги, Всемирный чемпионат Лиги Ахмат, так организация тогда называлась. И я дрался, был претендентом на пояс с бойцом-обладателем пояса. Это был Зелимхан Умеев, боец из команды Ахмат, сильный парень. И мне удалось победить его нокаутом и завоевать пояс. Второй пояс я завоевал в 2019 году в бою с американцем Тони Джонсон. Этот бой проходил в Краснодаре, скажем так, в Краснодаре в августе 2019 года. Евгений Гончаров родился в станице Кривянской Ростовской области и в детстве не был спортивным ребенком. Спортом начал заниматься в 17 лет. Ну, я не знаю, как-то до этого не было желания, не было стремления. И потом, скажем так, я вырос в станице Кривянской. Пришло время быть сильным и нужно было уметь за себя постоять. И, в принципе, станица у нас небольшая, и поэтому нужно было как-то уметь дать сдачи соответствовать, скажем так, на улице. Если ты хотел в обществе, в обществе своего возраста, своего поколения быть не последним человеком, нужно было как-то уметь за себя постоять, опять же, развиваться, быть сильным. Начал тренироваться, и потихоньку стало у меня получаться, мне понравилось. Начал выступать на соревнованиях. И вот так с того времени, это 2003 год, сентябрь месяц, с того времени меня затянуло. Выступая перед юными борцами, чемпион поделился, как можно добиться успеха в спорте. Сам спортсмен начинал с бокса, позже увлекся единоборствами. Но опыта для участия в престижных турнирах не хватало. Я как бы тренировался, да, у меня были определенные навыки, были бои профессиональные, но мне не хватало именно общего уровня борьбы. И, в принципе, мне не хватало менталитета, именно характера чемпиона, который был у Сергея Николаевича. И он мне, скажем так, дал его, дал понимание, дал вот эту целостность. И благодаря ему, вот сейчас я трехкратный чемпион мира. На счету Евгения 24 боя. Из них 20 побед, 3 поражения и 1 ничья. И это, по его мнению, победы общие и спортсмена, и тренеров. Мне помогает Сергей Николаевич Корнев, помогает Михаил Пичугин, Равиль Галюли, много ребят помогает. Также в последнее время мне очень хорошо помогает прославленный наш боксер из города Волгодонска, Ростовской области, Дмитрий Кудряшов, русская кувалда. Мне помогает он, его команда. И мне также помогает мой тренер по физподготовке из города Шахты, Ашот Муселян, Олег Зайцев, тренер по кикбоксингу. Много ребят помогает. Я в разных городах тренируюсь и стараюсь везде взять только лучшее. Вы в Ростовской области? Да, да, в Ростовской области. Да, я тренировался и в команде Федор Тим, у Федора Емельяненко, там тоже тренировался. Тоже ребята помогали, отдельное им спасибо. Мальчишки к встрече подготовились, запаслись вопросами. Если вам приходится встречаться с соперником, которому потерпели поражение, как вы настраиваетесь перед следующей встречей с ним же? Для меня неважно. И когда ты терпишь поражение, на следующий бой ты выходишь еще сильнее. Каждое поражение это только вам на пользу. Каждое ваше поражение это вам на пользу. И вы, когда проигрываете, вы понимаете, к чему нужно стремиться, на чем нужно работать. Здесь, допустим, у вас там выносливости не хватило. Вы приходите и понимаете, что на тренировке не дорабатывали. Здесь вы в борьбе проиграли, значит борьбу нужно подтягивать. Здесь вас стойки побили, значит стойка нужна. Поэтому каждое поражение это только вам плюс, а не минус. Поэтому не стоит бояться проиграть. Каждый ваш, скажем так, соревновательный опыт, это вам только на пользу. Не бойтесь, вас сильно не побьют и поражение только сделает вас сильнее. Какой ваш самый любимый прием? Любимый прием это ручной треугольник. Ну а фотосессия растянулась на целый час. Фотографию с чемпионом мира желает получить каждый, даже глава администрации города. Субтитры создавал DimaTorzok